Я корреспондент Орловской новостей, и я хотел выставить даже не то, чтобы защитить памятника или против памятника, а предложение, можно сказать, хотел выставить. Смотрите, здесь прозвучали положительные вещи, все вспоминали о Сталинке, он молодец, но есть и другая точка зрения о том, что Сталин такой молодец. То есть существует границ в обществе, но есть один коммунистический деятель, как я человек лею тоже, который памятник Эбюс, который даже на том месте, где он стоял, он наоборот общество соберет. Вот это, как я считаю, это бюст Карла Маркса. Он должен появиться на том месте, где он стоял, как раз около Тюза. Улица Карла Маркса, она осталась, никто и не перименовал. Карл Маркс это позитивный человек, то есть это позитивный коммунист. Сталин, вот действительно сказали, что он общество, зачем общество не повыкать, бюст на Сталине. Обществу надо собирать, а вот Карл Маркс считает, что общество может собрать. И люди, конечно, задумаются, что на самом деле не только война и слезы, а экономик как бы есть. Экономику надо поднимать сейчас в стране. Вот сейчас... Это не русофоб. Карл Маркс был русофобом, не забудь об этом, был русофобом. А Сталин был государственником, он упорил за свою страну. Кал Маркс был унис. Ну он думал, русофоб, запомни это. Откуда пошли его выражения, он был русофоб. Причем взгляды русофоб. Да, был русофоб, русофоб. Я вам принесу первые источники. Я же вам говорю про позитивно политическое. Карл Маркс был на пищу международного общества. Не надо, Сталин нам дал. Не надо, не надо. А почему улицы Карл Маркса существуют, без всего родных Сталина не есть? Это образованные молодцы, это теория. Там не надо разговаривать, на каком-то... Почему улицы Карл Маркса есть? Мы, Сталин, учили все бесплатно. А Сталин какую-нибудь деву бегал? Это коммунизм, а где марксизм? Все было разрушено ночной, и все было построено. Команда варит с правильной бесплатно. Не надо. Все приятели. Нам Сталин это давал. Нам это Сталин давал. Все.